На телеканале «Доктор» программа «Без халатов». Здесь мы встречаемся с коллегами после рабочего дня и обсуждаем всякие разные новости, касающиеся и работы, и неработы в том числе. И сегодня мы встретились с моим коллегой, инфекционистом, кандидатом медицинских наук Андреем Матюхиным. И врачом-акушером-гинекологом Михаилом Творцумия, кандидатом медицинских наук. Андрей, мы с тобой обсуждали это в рабочих моментах, но я хочу этот вопрос вынести в эфир. Так. Столь изощренных, столь фантазийных специалистов, как инфекционисты, я не знаю. Спасибо. Хотя бы потому, скажи мне, кто тот человек, который придумывает название вашим заболеваниям? Скажи мне, вот кто придумал, что новый штамм ковида будет называться флиртом? Почему флирт? Придумывают, естественно. Учёные, как ты сам прекрасно понимаешь. Вот. Мы к этому имеем малое отношение, да. Ну, конечно, обозначения буквенные есть, да, и цифрками обозначают. Это вот одна из разновидностей штамма омикрон. Но я, наверное, здесь хочу тебе сказать в плане новости какой-то, что ли, что вот этот вот штамм, он ничем не отличается, по сути дела, от, ну, принципиально, от штамма омикрона. И клиническая симптоматика, вот то, что мы сейчас наблюдаем, в новостях пишут, да, идёт подъём заболеваемости по ковиду, он, собственно, у тех людей, которые болели, которые ставили прививки своевременно, да, скажем так, он протекает достаточно легко. Клиническая симптоматика не отличается, вот я тебе могу сказать, принципиально не отличается. Это подъём температуры, насморк, першение в горле, ломоток. Ну, в общем, то же самое лишь букву. То же самое, пропадают запахи и вкусы. Вот так. И большая часть пациентов, большая часть пациентов, конечно, переносит в лёгкой форме. По типу ОРВИ. Вот в чём собственная опасность, да. Респираторная инфекция, мы как к ним относимся? Очень просто, в домашних условиях, чай, мёд, и всё вроде бы нормально. А здесь заразность и опасность для людей, которые, ну, скажем так, не болели или не ставили прививки, особенно пожилые, имеющие сопутствующие заболевания. Поэтому... А имеющийся иммунитет другого штамма как-то облегчит мне существование его перенести? Безусловно. Конечно, он облегчит. Облегчит. Но новый штамм, он и есть новый штамм, он частично обходит иммунную систему. И поэтому мы видим клинические проявления. То, что вот есть. Так бы ничего не было. Протекал бы в такой форме, когда явных клинических признаков нет. Ну и, собственно, небольшое недомогание, скажем так. И всё. На этом всё и заканчивается. Несколько дней человек восстанавливается. И вот это, конечно, принципиально важный момент, я тебе хочу сказать. Но боюсь, что это не последняя мутация. Я думаю, это будет продолжение много серий. Безусловно. Так же, как и острореспираторных вирусных инфекции. Так же, как грипп. Да. Так же, как грипп. Что-нибудь интересное было сегодня? Сегодня? Да, пожалуй. Какая-нибудь обезьянья оспа? Или какой-нибудь флирт? Обезьянья оспа не было, конечно, и похожего что-то не было. Но зато был другой интересный случай. У меня заканчивается приём. Много пациентов, всё, уставшие, потому что действительно поток большой идёт. Стук в дверь, заходит пожилой мужчина, около 80 лет, и говорит, я к вам. Я говорю, ну, проходите, хорошо, присаживайтесь, поздоровался, всё. Он мне говорит, я вот тут был, причём, говорит, не останавливаясь. То есть не реагирует на мои реплики, как-то вот высказывания. Не сел. То есть стоит и говорит, мне вот тут нужно поменять катетер. Я пытаюсь объяснить, что это инфекционная клиника, и что катетеры меняют, ну, и, собственно, и приобретают их в другом месте. На этом, в общем-то, ситуации не разрешилось. В общем, долго мы с ним беседовали, минут 40, наверное, это минимум. Удалось его убедить в том, что нужно сходить в хирургу в поликлинику, и что дальше этот вопрос решать таким образом. То есть у нас специфическая клиника, и мы видим пациентов всё-таки с инфекционными заболеваниями. Вот такие казусные моменты, они достаточно редко встречаются. Причём настоятельные такие. Вот прям вот сделайте, и всё. Это как соседи. Ты же врач. Примерно так. Неважно, какой... Ты же врач. Ты же врач, да. Понятная история. Новость. Новость. Это вот сейчас вот самое-самое. Ты Олимпиаду смотрел? Скажу тебе честно. С учётом загруженности, которая сейчас есть по работе, я практически телевизор не включаю. С работы на работу. Новости слушаю, безусловно. И читаю в интернете периодически. Но вот у меня чёткое ощущение... Поправь меня, если я не прав. Так. Если бы мы в ней участвовали, ты бы с большей охотой туда заглядывал. Пожалуй, соглашусь. Итак. Первый тренировочный заплыв триатлонистов на Олимпиаде отменили из-за грязной воды в сене. Это твоя история 100%. Результат проверки воды показали допустимые значения. А причиной Оргкомитет Олимпиады назвал проливные дожди, которые шли в Париже. Триатлонисты надеются, что к самим соревнованиям качество воды в реке исправится. Однако никаких гарантий на это нет. Ранее Макрон не сдержал обещания и отказался нырять в сену после того, как искупалась министр спорта Франции и впоследствии взяла больничный. Я помню, раньше у Вильмош были дегустаторы, которые проверяли, не отравлено или нет. А у Макрона, оказывается, министр спорта, который проверяет, можно плавать или нет. Могут ли проливные дожди реально быть причиной... Проливные дожди, наверное, в меньшей степени, а восточные воды – да. Вот меня терзают смутные сомнения, что в этом виноваты природные явления. Вполне вероятно. Может быть и так, но всё-таки в большей степени это сточные воды. То, что загрязняет реки, то, что сбрасывается туда. Естественно, там очень много разных и микроорганизмов кишит, скажем так, особенно в тех местах, где идёт сброс. Вероятно, что здесь похожая ситуация собственная была. Риск. Какие риски? Ну, кишечная палочка в первую очередь. Помимо этого, и сальмонеллез, и грибковые, и паразитарные инфекции. То есть набор огромный. То есть ты ждёшь к себе олимпийцев? Ну, только с золотыми медалями. Всех вылечим. Всех вылечим. Я понял тебя. Слушай, ну, если мне не изменяет память, и я помню хоть как-то географию, то во Франции есть ещё такая река под названием Луара. Можно сену на Луару поменять, может, там почище, там поплавать. Хотя Минспорта уже ушёл на больничный. Кто там остался, кто проверит, уже пока не понятно. Только заместители остались. Только замы. Теперь только так. Хотя есть ли там замы, тоже непонятно. Это вот ещё раз пример. Не купайтесь в неизвестных местах. Ну, а как понять известные... Ну, вот скажи мне, пожалуйста, есть ли какой-то регламент проверки водоёмов? Ну, конечно, конечно. Существуют ГОС-то определённые. Они, в общем-то, сейчас восстанавливаются. В первую очередь, это наличие кишечной палочки. Есть определённые концентрации, которые допустимы в данном водоёме. Это что касается, скажем так, проверки специальных органов. Да, но другой момент, тоже очень важный, наверное, с точки зрения профилактики, это водоёмы, конечно, без водоплавающих птиц. Потому что испражнения, которые попадают туда, сам понимаешь, они являются, могут являться источником бактериальных инфекций. Ну, и прозрачность воды и другие критерии. Места, разрешённые для купания. Вот те места, которые разрешены, там проводятся вот эти вот специфические проверки. Скажи, пожалуйста, вот через призму твоих знаний инфекционных и понимания того путей распространения, как ты выбираешь, где купаться? И вообще, купаешься ли? Может быть, максимум ограничиваешься души, и шли бы вы все леса? Нет, конечно, я купаюсь. Конечно, купаюсь. И вот было, так сказать, путешествие в отпуске. Вот я... Мы с тобой беседовали за кадром. Ты сказал, что ты не отдыхал. А я всё-таки предпочитаю, да, и достаточно долгое время не отдыхал. Вот. А я стараюсь каждый год хотя бы какой-то промежуток времени выделить отдыху. В частности, это рыбалка. По-разному бывает, но чаще всего получается. Озеро, море, река? Нет, конечно, озеро. Озеро, пруд. Чаще всего так. Там купаешься? Вот. В этот раз я ездил на Волгу. На Волгу. Мои критерии какие были? Какие вот критерии оценки? Это, во-первых, там вода... Проточная. Проточная. Абсолютно верно. Бьют родники, и она всё-таки не стоит. Как в озере, в пруду, да, это чаще всего там всё-таки вода, она имеет такое положение, не двигающееся. Второй момент – это прозрачность, да, и чтобы животных никаких рядом и птиц не было. Вот мой критерий оценки. Мы купались все, включая детей. То есть у тебя нет вот этого ядерного чемоданчика, где ты достал, посмотрел? Нет, нет, нет. Я не настолько, так сказать, глубоко к этому подхожу вот именно с этой точки зрения, да. Да, вот такие внешние признаки для меня достаточно. И могу сказать, что и никто не заболел. Зовём триатлонистов на Волгу? Вот это было бы замечательно. Скажи им. Да. Во-первых, она шире. Да. Она чище. Безусловно. Welcome. Ещё новость. Россия оказалась на втором месте в мире по количеству взломанных учётных записей. Большинство утечек данных в России связаны с потерей личной информации, такой, как имена, электронные почты, адреса проживания, ИНН, паспортные данные и так далее. На них пришлось 73,6% всех утечек. В 2023 году число утекших российских учётных записей превысило 78 миллионов. Тебя взламывали когда-нибудь? Давно было. И один раз. А тебя? Может, было когда-то. Меня... Нет, меня не взламывали. Ну, я, наверное, неинтересен. Что они там увидят? Вот я же... Процесс родов только есть. Я же об этом и говорю. Да, вот. Ну, вот. И как я ловлю микроорганизмы. Ну, да. Или микроорганизмы, да. Попадался на уловки мошенников. Звонили неоднократно. И особенно вот первые разы, когда несколько лет назад вот эта вот деятельность телефонная активно началась, когда позвонил представитель органов. Представился, так сказать. Лейтенант. Майор. Не, майор. А майор. Первый был майор. И начал рассказывать, что мне нужно вот срочно сделать вот это, вот это. При этом никакие банковские карты и всё остальное никому не показывать. Я говорю, я подъеду в отдел, вы скажите, куда. И, в общем-то, начал немножко так с ним разговаривать, достаточно жёстко. Он обещал сам приехать, и там разобраться, и всё остальное. Но в итоге первый случай прошёл таким образом. В общем, я положил трубку, заблокировал номер. Потом уже много раз звонили. А у тебя были ситуации? Слушай, у меня последнее время звонок с компанией сети оператора, который мне рассказывает историю про то, что у меня закончился договор ввиду истечения срока. Мне надо его переподписать. И вот длинная история про то, что мне надо с этим сделать и как мне с этим надо быть. По-моему, из каждого, возможно, говорящего ящика уже столько говорят про эти мошеннические действия. То есть всё время ты с ним общался, да? Нет, ну, нет. Поначалу это раздражало. Сейчас это вызывает даже какой-то интерес, докуда это дойдёт. И вот где ему надоест это всё. На это время тратить, мне кажется... Ну, это понятно, но... Если чётко понимаешь, что ситуация... Безусловно, да. Безусловно, да. Но в любом случае другое дело, что их фантазия много изощрённее, нежели чем наша. С моей семьёй мы договорились, у нас есть кодовое слово, которое мы произносим, это оно или не оно. В случае, если звонок поступит от моего имени якобы или что-то такое. На работе очень распространённый вид мошенничества, когда от моего имени или от имени руководителя приходит сообщение якобы. Но самое смешное, допустим, когда ты с руководителем на «ты», он тебе присылает сообщение на «вы», и вот «Михаил, а как вы считаете?» Ну, такая вот... Последний раз, когда такая ситуация случилась, это в прошлом месяце было, главный врач, ваш главный врач, пишет мне, чтобы я срочно с кем-то что-то связался, и что-то сделал. Я ответил, говорю, «Вы знаете, я сейчас возле вашего кабинета, я к вам уже захожу». Всё. Просто вот реагируют, как красная тряпка. Тут же бросают руку. Всё. Вот разговор на этом заканчивается. Я написал приблизительно в таком же духе, что меня вызывают какой-то зам по каким-то общим вопросам, он вообще майор ФСБ, и вот как-то так-то, мне надо явиться, я не могу явиться. Он говорит, почему? Я говорю, я сам сотрудник ФСБ. И сразу резко удаляются все сообщения. Поэтому бдительным, ну вот как мы договорились с моими родственниками о кодовом слове, и не верить всему тому, что тебе говорят особенно. Это хороший вариант. Миш, я тебя не спросил, как у тебя-то день прошёл? Может, интересное что-то было? Ну, я не знаю, случай какой-то. Это я понимаю. Нет, всё интересно. Сегодня более-менее что на спокойный день, на удивление, более-менее спокойный день. Он прошёл больше в таких административных хлопотах и заботах. Мы сейчас у себя в учреждении открыли учебный центр. Это идея, которую я шёл достаточно давно. И получилось у меня это здесь воплотить. Сделать учебный симуляционный центр для учёбы и повышения квалификации не только сотрудников. Мы заключили договора ещё и с школами, и медицинские классы будут обучать наши сотрудники. То есть школьники, школьники, которые поступают в медицинский класс, но с уклоном, да? Биологии, химии. Они будут приходить и проводить с ними будут наши реаниматологи будут проводить обучение сердечно-лёгочной реанимации. Причём мы решили на этом не останавливаться. И учебный центр, который мы открыли, он находится на первом этаже жилого дома. И жильцы, когда начали задавать вопросы о том, о, а что вы здесь делаете, что вы здесь открываете, мы объясняем им учебный центр. А что это? Когда объясняешь, что это? Они говорят, а в общем, у нас уже идёт запись жильцов, которые хотят уже приходить этому учиться. И это касается не только там условно-сердечно-лёгочной реанимации, но и элементарно там постановки укола, как это сделать правильно, безопасно. Ну, в общем, вот такая вот история. И мы сегодня верстали последние вехи положения об учебном центре. Кто обучается, программа, как обучает, и инструкторов, кто это будет делать. Вот сегодня весь день мы посвятили этому. Слушай, ну это просто здорово. Это вы молодцы, большие-большие молодцы. Надеюсь, что никому никогда это не пригодится, но чтобы все были готовы. Абсолютно верно. Потому что жизнь сложная штука, и разные ситуации абсолютно. Абсолютно с тобой согласен. Тем более, вот я здесь хочу подчеркнуть, сотрудники, безусловно, это очень важно, потому что опыт должен всё время поддерживаться, наращиваться, нарабатываться профессиональные качества, да, или что-то забываешь там. Но вот то, что школьники, заинтересованные школьники, да, те, которые хотят пойти, для них это первый вот этот вот маленький-маленький опыт, да я даже, наверное, не маленький, это большой опыт. Вот. В будущем... Абсолютно согласен. Да, с тобой, конечно. Абсолютно согласен. Дай бог, чтобы это им никогда не пригодилось, но мы с тобой прекрасно знаем по статистике, что процент выживаемости зависит от первой помощи, которая оказана пациенту. И неважно, это врачебный персонал или неврачебный. Да. Первая помощь – это очень принципиальный момент. Слушай, сегодня все новости, как на подбор, связанные исключительно с твоей специальностью. Ты за грибами ходишь? Скажу... Как ты относишься к грибам? Я в них ничего не понимаю. Скажу тебе честно, я к грибам отношусь очень хорошо. Я люблю их кушать. Собирать грибы я очень ограничен в знаниях, скажем так. Знаю несколько видов грибов, которые я знаю. Шампиньоны знаю, где продаются в супермаркете. Вот, вот. Те грибы я собираю. И то потом, на всякий случай, опытный специалист смотрит, и уже после этого я только доверяю приготовить и есть. Вот. Потому что грибы – это отдельная такая эстезия, очень много ядовитых. Да вот еще и грибы, которые сейчас совершенно новость, я вот, допустим, не знал, прочитал только недавно, что большие штрафы за сбор грибов, которые внесены в Красную книгу. Москвы, да, Подмосковье, ну и России тоже. Их нельзя, оказывается, просто так взять и рвать. Я невеликий специалист по грибам, поэтому говорю, что знаю определенные грибы. А мне вот интересно, вот именно про эту новость я тебе и хотел сказать, про то, что придется заплатить штраф, если краснокнижные или редкие грибы будешь собирать. Мне интересно другое. Скажи мне, пожалуйста, а где тот линейный контроль или где тот контролер, который проверит, тот гриб я собрал или нет? А судьи кто? Да, да. А судьи кто? Видимо, будут. Судя по всему, да. Грибной контроль. Грибной контроль будет. Грибной контроль. Да, есть линейный, а здесь грибной будет контроль. Грибной, да. Главное, чтобы они тоже разбирались в грибах. Безусловно. Не так, как мы с тобой разбираемся в шампиньонах на лавке супермаркета. Да. А лисички еще знают. Белые. Кушать со сметаной вообще. Белые подберезовики, а ну белые подберезовики, это же вообще отдельная история. Не знаю, очень не люблю сопливые вот такие вот грибы, значит, как я не знаю, как они называются. Но с жареной картошечкой вот эти вот маленькие такие, это самое то. Но говорят их ложных тоже много всяких разных. Да, и ложных много. Вот это судя по тому, что я почему даю проверять, да, вроде сорвал, похоже на подберезовик, там, да, или белый гриб. Оказывается, там тоже есть разновидности, которые вот нежелательно употреблять. А их как проверяют? То есть, какой экзамен для того, чтобы стать, стать контролером грибного контроля. Ты мне вот скажешь, знаешь, как ты же меня на повал убиваешь этим вопросом. Генерал грибного контроля. Генерал грибного контроля. Ну да. Гриб такой, да, здесь все. Мухомор такой. Мухоморчик, да. Если увиделся, сразу же. Да, 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 да. Слушай, российских водителей начали наказывать за слишком громкие автомобили и мотоциклы. Петербург стал первым городом, где ввели такое правило. Все из-за регулярных жалоб местных на шум под окнами от машин. Так что теперь слишком громких будет проверять полиция. У тебя машина есть? Да. Громкая? Нет. По сравнению с чем? С трактором. С трактором? Нет, не громкая машина. Там же есть определенные критерии измерения шума. Ну вот, я думаю, у меня укладываются нормативные показатели. Нет, она работает. Дизель. Подожди, подожди, подожди. То есть ты мне хочешь сказать, что есть законодательно прописанный уровень шума у машины, который должен быть для того, чтобы... Точно тебе не скажу. Точно тебе не скажу. Но если снимаешь выхлопную трубу... Ну это понятно. Резонатор снимаешь. Нет, ну подожди. А что есть на законодательном уровне, что вот до сих можно шуметь, а потом нельзя шуметь? Нет, это, наверное, только в домашних условиях. Там работа и все остальное. С машинами четко тебе не скажут. Но все равно, вот если проезжает машина, ты, допустим, с детьми, да, он без глушителей едет, да, или каким-то образом делает так, что машина работает даже не как трактор, а еще гораздо громче. Ну кому это? Ну да, то есть там стоит, знаете, резонатор, и все. Здесь абсолютно. Здравствуйте. Это же вот. Я считаю, что, ну это моя, конечно, позиция. Нежелательно так делать. Если ты уважаешь других людей, уважаешь общество, конечно, наверное, не нужно. Вот тебе все-таки кажется, что штраф их приструнит? Смотря кто это будет делать, сам прекрасно понимаешь. Гребной контроль. Да, сильные мира сего, да, то, конечно, штрафы, смотря какие штрафы, ну тоже. Я почему-то уверен, что грибников и шум будут проверять одни и те же. Ну, может быть, может быть. Да, с одной стороны глушитель, с другой стороны мухомор. Это серьезная организация будет. А как они будут измерить? Ну, хорошо, аппараты для измерения уровня шума у нас с тобой есть. Да. Ну, прекрасно понимаю. Но, ведь это, наверное, должно быть как-то на законодательном уровне утверждено, что такой уровень шума. И, во-первых, а во-вторых, давай, если мы с тобой вспомним уровень распространения шума, шум в замкнутом пространстве. Это одно. Шум в открытом пространстве. Это другое. И влияет ли это здесь? Учитываться ли будет это здесь? Я думаю, это будет учитываться. Ну, вот смотри, у тебя дача есть? Конечно. У меня тоже есть. В дачных условиях приезжают соседи, включают музыку. Так. Ну, это, по сути дела, тот же шум, да, только волны другие, да, и там информационную какую-то составляющую несет. Но музыку можно включить потихоньку, а можно включить так, вот как, я не просто так говорю, я на своем примере, да, можно включить так, что стекла трясутся у тебя дома. Ну, может быть, для тебя вот это стекла трясутся, это и есть потихоньку. А если я чуть глуховат? Согласен, но если глуховат, надо усилитель ставить. Думаю. Не только так. Люди, которые окружаете, нужно все-таки уважать. И есть, конечно, я уверен в этом, только я не знаю, как это на законодательном уровне закреплено, есть определенный уровень шума, который допустим, для помещений точно есть. А вот для открытого пространства, я не уверен, но где-то я что-то читал. Ну, обескуражила меня эта новость, конечно. Я думаю, мы с тобой потихонечку пойдем домой к семьям. Согласен. С вами была передача «Без халатов» на канале «Доктор». Оппонентом моим сегодня был прекрасный врач-инфекционист, который говорит, что лучше купаться в Волге, чем в Сене, кандидат медицинских наук Андрей Матюхин. И со мной Михаил Цурцумия, кандидат медицинских наук, врач-акушерогинеколог и прекрасный собеседник. Кстати, в Сене рожать тоже не надо. До новых волнующих встреч!